Вот оно и началось. Началось, во-первых, с чая. Вот ты говоришь, ты будешь с неё пить. Да, но... Чашка, летняя чашка, сейчас лето, у меня тоже летняя чашка. Но у меня жуяо, а у тебя фарфоровая чашка с надглазурной росписью. Мы только начали эфир уже ругаться. Да, я ещё не до конца его вырвался. Вот этот цвет глазури в Китае называется цинцы, синий-зелёный фарфор, а ещё по-другому называется, по-моему, рыбье мясо. У рыбы есть мясо. Но я думаю, что на самом деле мы много слишком уже говорили о фарфоре, поэтому вот эта конструкция тоже нам не пригодится. Бить мы её не будем, конечно, потому что она нам очень дорога. Да вообще мне нравится. Вот. И уже она близка к аукционной цене. Ну, по последним данным нам 23 давали за ним, да? Да. Вот, что у нас есть. Я вот так всё время люблю на чайники смотреть. Классно тоже, когда они на полке стоят, ну и когда вот так на них смотришь, тоже очень здорово. А я бы попил. Сам чайник или из чайника? Не, ну чайник пить это же вообще. Это же разовая затея. Ну, в общем, да. А чайник он на века. Как китайцы говорят, отец чая, воспитатель чая. То есть много эпитетов. Ну что же. Волшебный чайник. В чём вообще фишка чайника? Чем он отличается? Ну, во-первых, здесь нужно пробовать. Если вы заваривали до этого в Гайване, всё время в порядке эксперимента, нужно взять ясинский чайник хороший и заварить в чайнике. И вы поймёте разницу. Вот опять же, есть в китайской традиции чайное представление о том, что чайники можно использовать для определённых сортов чая. Например, красный и пуэр однозначно лучше заваривать, равно как и ууны, в чайниках. Ну, большинство экспертов в этом сходятся. Ну да. Допустим, какие-то сорта слабо-ферментированных здесь не расходятся. Кто всё заваривает в чайниках, кто для слабо-ферментированных чаёв использует фарфор. То есть здесь есть, как говорится, разные версии. Вот, да, в чайнику нужно обязательно заглянуть внутрь. Перед тем, как чайник взять себе в собственность, во владение, выбрать, купить, нужно к нему присмотреться, нужно понюхать, да, совершенно верно. Он наработан, реально наработан под пуэр. Это, кстати, первое отличие чайника из ясинской глины от фарфора из зиндвижения. Потому что фарфор материал инертный, то есть он похож в этом плане на стекло, ближе к стеклу. А глина — это материал, который способен вступать во взаимодействие с чайным листом. То есть она обладает мелкопористой структурой, чайники из ясинской глины, они дают вкусу чая особый объём, и они нарабатываются. То есть чтобы чай получил классные интересные свойства, желательно заварить чайный длительный период. Глина разная. Есть или нет, мы все они в видео видели, где прям звонкая-звонкая, глина была. Зависит, кстати, звук и от формы, и от многих других параметров. Ну, короче, всё проверил уже. Почти. Пора заваривать? Ну, я думаю, что пора, да. Так давайте всё-таки как-то хотя бы предварительно поймём, для чьих чайник-то? Настолько удобно в Гайване. Ну, сначала мы кипяток туда нальём, а потом поймём, для чего чайник. Во-первых, в чайнике совершенно другой получается вкусовой объём, то есть сама структура вкуса совершенно иная. Чай ярче, глубже, сильнее, гуще. В каком-то смысле слова чайник, он экономит чай, потому что меньшее количество чайного листа нужно, чтобы получить густой вкус в чайнике, нежели в Гайване. Сейчас согреваем. Опять же, когда завариваем чай в чайнике, вы поймите приблизительно, как он работает, то есть каков наклон, как нужно удерживать чайник, чтобы выливалась хорошо жидкость, в данном случае вода, а впоследствии уже чайный настой. Вот это вам поможет заварить чай правильно. Согреваем всю нашу чайную посуду, и вот вода остаётся, мы её сверху на чайник выливаем, с Гайване тоже это не получится, попадёт вовнутрь. А здесь, здорово, ну всё мы прогреть, я думаю, не прогреем, хотя может и прогреем. Прогреем, прогреем. Мы сейчас добавим, где у нас приборы. Снимаем крышку, слегка обсушиваем чайник, но чтобы не оставалось лишней влаги, есть сложные формы довольно, и в этих сложных формах немножко остаётся вода. На дне это тоже нужно учитывать. И засыпаем наш чайный лист. Не идёт. Ну, прошу. Листок. Заливаем кипяток. Опять же, чайник можно наполнить прямо до краёв, до краёв, как я это сейчас сделал. А можно его не заполнять до самых-самых краёв. То есть это по нашему желанию. Вот у нас на поверхности вылетело энное количество чаинок, можно облить дополнительно. Чайник любит воду. Дополнительно мы создаём особый температурный режим. Что очень благоприятно для пуэра, для сильно ферментированных улунов, для красных чаёв. За это время у нас уже чай успел завариться. И мы переливаем его в чай хай. Опять же, постепенно наклоняем чайник. Понимаем, как он работает, какой в нём рейд. Мне кажется, что этот чайник не на двоих, не двоечка это. А почему? Всё же регулируется размером чашек. Взяли чашки побольше. Вот тебе и двоечка. Но на пилисто тоже побольше. Вот цвет, кстати, смотри, вот он с оранжевинкой. Я помню, этот чай когда он был совсем молодой, он прям был жёлтый-жёлтый. Жёлтый-прижёлтый. А сейчас уже оранжеватый. Разольём по чашкам и познакомлюсь с ароматом. И паузы, классный аромат. И паузы между завариванием можно делать больше. Гайвань быстрее остывает. За чайник можно не беспокоиться. Чайник можно в процессе заваривания. Можно у него греть руки. У него приятное тепло. Не как металл. То есть холодными, зимними, вечерами, осенними. А как на севере Китая пили? Почему были популярны большие чайники? Китайцы на севере Китая держали вот так чайник в руках и пили из носика. Но он не такой горячий, как был бы фарфор или металлическое, или стеклянное изделие. То есть он значительно более щадящий по температуре. У нас дискотека. Да. Передвижная дискотека. Густота так и идёт. Вкус хороший. И ещё чайник он смягчает вкус чая. То есть его хорошо структурирует, даёт ему хороший баланс. И в то же время его очень-очень смягчает. То есть в чайнике чай заваривается объёмнее, насыщеннее, мягче, гуще, слаще, чем в фарфоре. То есть так, по большому счёту я в чём подвожу? Что однозначно лучше с одной стороны, но фарфор имеет право на существование тоже. Когда стоит переходить к чайнику? К чайнику стоит переходить. Можно на самом деле с него и начинать. С чайника, если вам нравится эта форма. Просто с чайниками проблема в том, что он должен быть хороший. То есть, скажем так, к фарфору требований меньше с точки зрения качества материала. Фарфор, он и в Африке фарфор. То есть фарфор заводской, фарфор ручной работы, эстетический момент есть. Есть разница небольшая во вкусе чая тоже. Есть разница в нашем настроении, когда мы смотрим на космическую фарфоровую вещь и обыденную. Создаётся другой тип настройки на чай и у гостей, и у нас. Но всё-таки общего больше. То есть завариваем чай в простой, простецкой гайване, и завариваем чай в гайване там супер изысканной, примерно одно и то же. Берём некачественный чайник, и берём чайник качественный, или чайник выдающийся. Принципиально разные свойства у чая получаются. То есть правильно я понимаю, что... Он может безвозвратно испортить плохой чайник. Чай имеет глину свой собственный застойный запах, если как бы глина не хороша. И вообще всю керамику, всю глину в Китае всегда делили на горшечный товар и на каменную глину, или шитау. Вот горшечный товар, он для чайников не годится. То есть если человек, тот, кто хотел бы приобрести посуду для заваривания, не обладает достаточной суммой для того, чтобы приобрести качественный, хороший чайник, в основном из усиньской глины... Ну это, кстати, как-то печально звучит. Чайник ведь могут и подарить, например. Не обязательно для того, чтобы получить чайник. Нет, человек непосредственно сам вот обдумывает свою покупку, приобретение. А, то есть если, как бы, да, он не может сформировать пространство таким образом, чтобы ему подарили. То есть событий не ряд выстроить. Сформировать пространство таким образом, чтобы у него там за короткое время образовалась коллекция подарочных чайников. Подаренных или подарочных? Подаренных. Лучше подаренных. Подаренных, да, ну, подаренных. Подарочные у меня почему-то, знаешь, ассоциируются с низкой функциональностью. Да? То есть декоративные. Мне кажется, когда большая коллекция, они все равно где-то подарочные. Частично подарочные. Ну, то есть не используются, да, вы больше? Не все? Ну, смотрю, как коллекция. А если много сортов чая, много чайников? Ведь нужно для каждого чая в идеале свой чайник. Это на грани фола информация, то есть она пугает немножко. Ну, для каждого... Потому что сортов сотни в Китае. Мы для сорта каждого чая говорим или о витах чая? Ну, в принципе, близкие сорта чаев можно заваривать в одном чайнике. Еще я думаю, что вот какой критерий хороший. Я всегда им пользовался. Есть чаи, которые пьешь время от времени. Есть чай любимый, который тебя сопровождает все время. На протяжении нашей чайной жизни, нашего чайного развития. Может быть, эти любимые сорта дополняются за счет каких-то сортов. Вот заведите для этих чаев чайник и используйте ясененскую глину для заваривания любимого сорта чая. Вы узнаете об этом. Чае много нового, интересного. Я думаю, что на этом мы закончим сегодня. Давайте, да. Так сказать, мы зашли в эту тему огромную. То есть про чайники мы будем говорить еще очень-очень много, долго отвечать на вопросы. Но начали, так сказать, первые знакомства. Такая легкая... А вот этот чайник очень классный. И что особенно в нем греет душу, что он появился в довольно чудесном образовании. Каким не скажешь. Все, спасибо всем. До встречи. Продолжение следует...